МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако остается открытым вопрос риска просрочки по кредитам, выданным предпринимателям. Так вот, как финансовые институты готовы поддержать МСП и готовы ли разделить вместе с сектором все риски? Вот об этом поговорим в эфире РБК. Меня зовут Равиль Ватолин. Здравствуйте. И в гостях у нас сегодня руководитель Уфимского филиала «Банк открытия», член Совета Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан Айдар Зубаиров и предприниматель, руководитель сети «Кафе Радость есть» Ренат Хилажев. Здравствуйте вам. Ну и на удаленной связи у нас сейчас с нами будет начальник отдела по работе с профессиональными клиентами, премьер БКС, финансовая аналитика Вадим Самсонов. Вадим, к вам вернемся в обязательном порядке. Ну, также будет у нас представитель Центробанка в эфире. К ним тоже вернемся. Ну, у меня первый вопрос, Айдар Жасаверч, вам. Ну, вот по выдаче кредитов МСП, да, если там портфель насчитывает у нас порядка 60 миллиардов, в накопительном. В прошлом году вообще Сектору МСП выдали 108 миллиардов рублей, ну, плюс 1,2%. Но, тем не менее, цифры достаточно хорошие. Но вот здесь вот риск невозврата достаточно большой сейчас наступает, да, по крайней мере, вот у вышеназванных отраслей, да, там, представителей малого бизнеса в ресторациях, в туризме и прочее. Вот здесь реально сейчас у банкиров какое есть, ну, так скажем, решение поддержать или пока вот отстранились и думаем, чего делать? Ну, на самом деле, здесь вот буквально прошла неделя со дня первых антикризисных мер. Мы видим, что на каждом уровне власти на уровне Центрального банка, а сейчас на уровне каждой кредитной организации, разрабатываются такие меры антикризисные. Каждый банк подключает свою службу риск-менеджмента и определяет, в какими отраслями сейчас, как работать дальше. И первая задача, конечно же, это закрыть процентный риск, потому что мы понимаем, что это не на неделю, это, наверное, квартал 2-3. И на этот период банк должен отработать так, чтобы закрыть процентный риск, чтобы, выдавая кредиты, скажем, ипотеку под 6 или 7 процентов, банк не нес убытки, привлекая вклады под 8, образом говоря, под 9. Поэтому сейчас на каждом уровне и в части работы с малосредними предприятиями, ведется работа с тем, чтобы подумать, какие программы перезапустить по-новому. Уже заявлено на уровне Центрального банка и на уровне банка о том, что по каждому индивидуальному случаю, по каждому предпринимателю, банк постарается принять наиболее мягкие меры. Не допускать увеличения резервов, убрать штрафные санкции, пенни в случае нарушения исполнения договорных обязательств. Пока таких случаев нет, это понятно, только-только все разворачивается, но банки уже к этому готовы. Но при этом, с другой стороны, когда у вас ЦБ или власти говорят банковскому сектору, вы давайте помогайте, но понятно, что банки исключительно на себя, всю вот эту, так скажем, ответственность взять, ну правда сложно, потому что уже есть обязательства и прочее. Но тем не менее, вот сегодня уже видите, что с одной стороны правительство, регионы, там есть ЦБ, ну каким-то образом изменят здесь вот, ну как-то тактику с поведением банковским сектором. Банк работает как по собственным программам, так и по государственным. Что касается государственных мер, то они уже объявлены в части ЦБ, что программа МСП будет меняться, дополнительно 500 миллиардов рублей будет до сентября 2020 года, направлено на кредитование малосредпринимательства по ставке 4, от 4 до 8,5%. И здесь с 1 апреля банк открытий, в том числе, присоединяется к данной программе. Рина, ну вот вы работаете непосредственно, что называется, на земле, тоже как у вас строится взаимоотношение с банками, ну и насколько сегодня вот реально бизнес, конечно, сейчас, ну это с одной стороны иногда бывает, даже те, кто может быть пока не почувствовали, уже говорят о том, что все уже плохо, вот прям сейчас уже все. Все уже плохо. С прошлого четверга выручка у нас ополовинилась на точках ед, не только у нас, это у наших коллег, с кем мы общаемся, с друзьями запчепита, это в ритейле, выручка очень сильно падает. Собственники фиксируют падение выручки там в 2-3 раза, от того, что было до прошлой среды. А в среду, напомню, было введение карантина массовое по ВУЗам, судей отправили до 10 апреля, насколько я знаю, тоже на карантин. Вот. И бизнес это очень сильно почувствовал, и нам больно, действительно больно. Вот. Что касается кредитования, возможности кредитования сейчас очевидно, у всех собственников бизнеса полетит кредитная история, да. То есть мы, слава богу, уже давно не кредитуемся, и как-то своими силами справляемся. И изыскиваем средства, и на покупку оборотов, и основные средства, и оборотку как бы за свои деньги финансируем. Но многие предприниматели, они активно кредитуются, и у них, может быть, на этот месяц еще денег хватит на поддержание плачежного календаря по кредитам, но с следующего месяца, скорее всего, у них начнутся просрочки. И это страшно, потому что это все будет фиксироваться в кредитных историях, как предприятия, так и учредители, если они деньги привлекали, как физики, да. И вот здесь интересно, как будут реагировать банки к вопросу о рефинансировании кредитов, если уже с апреля месяца у собственников, у учредителей или у самих компаний будут просрочки, и кредитная история будет испорчена. Ну, а вот сейчас к кредитной истории обязательно вернемся. Но вот если говорить про буферные инвестиции какие-то, ну, понятно, что бизнес в любом случае живет. Вот мы, как граждан, знаете, тоже учим, ну, по крайней мере, ЦБ, правительство, Минфин, говорит, да, копите себе подушку безопасности. Вот этот вот буфер, ну, по крайней мере, ресторанный бизнес, вот вы общаетесь с коллегами, хоть накопили, да, ну, я не знаю, там, месяца два-три, ну, квартал там пережить, но пока, может быть, как-то ситуация выправится. Ну, месяц-два максимум. Это по моим оценкам и по ощущениям моих коллег, как мы это видим. Ну, то есть на выручке, я не знаю, там, вот на этой ополовиненной прожить сейчас, ну, по крайней мере, так, в ноль работать не удастся. Удастся в ноль работать, но это будет возможно только тем компаниям, которые свой бизнес оцифровали, они видят эффективность работы, да, они оценивают, там, отношения сырьевой себестоимости к выручке, фонда оплаты труда к выручке и прочие показатели. Они могут, смогут оперативно понять, где им нужно ужиматься, в каких местах, да, где оптимизироваться. И, скорее всего, они продержатся этот период. Мы думаем, что это не менее полугода продлится. – Анастас Ильич, если говорить, правда, по непосредственно кредитной истории, вот мы сейчас у Центробанка обязательно спросим, да, в этой части, но, тем не менее, вот банки-то как сейчас будут фиксировать все эти просрочки? – Во-первых, хотел сказать несколько вещей. Очевидно, что по многим, ввиду введения там режима по карантину, это событие экстраординарное и наверняка будет признано форс-мажором. И уже сейчас идут в качестве предложений по смягчению ситуации это объявить режим такой. В связи с этим, я думаю, что будут на уровне централизованном, на уровне государства, республики и банков приниматься решения о включении, не включении таких форс-мажорных просрочек в кредитную историю. И, наверное, это было бы правильно. – Во-вторых, хотел добавить, что наряду с падением вот такого стрит-ритейла, где в первую очередь пострадали мелкие средние предприниматели, мы видим, что существенно растает выручка у других сфер аптеки, те же самые, значит, доставка еды, разработчики и продажа IT-оборудования. Сейчас у нас, в частности, в банке поэтапно переводят в течение полутора-двух недель, процентов до 40-50 на дистанционную работу. То есть это закупка оборудования, это доставка этой техники, это антивирусные какие-то криптозащиты. – Тоже непонятно, сколько денег хватит постоянно работать на удаленке и вкладываться именно туда. – Эти люди хотят кушать и обедать так же. Можно думать о том, как доставлять еду этим же людям, которые работают и так далее. Поэтому сейчас идет перегруппировка рынка, и надо просто проанализировать все, посмотреть, какие сектора еще требуют наоборот финансирования. Какие-то бизнеса будут отказываться от кредитов. Зачем сейчас кредитоваться, открывать новый ресторан, если улицы закрыты? Это логично. – Откредитоваться в части поддержания оборотных средств, чтобы сейчас не закрыться, сейчас об этом обязательно поговорим. Давайте спросим и Вадима Самсонова. Вадим, вы финансовая аналитика, но если анализировать рынок в целом на перспективу, как думаете, насколько фатальным он будет для сектора малого и среднего предпринимательства? Не прогнозируете ли такого, что рынок вычистится, значительно потеряв представителей МСП? – Ну, на самом деле, я согласен с коллегами, что идет очень серьезно по отраслям рынка. И сейчас, например, активное развитие получает дистанционный IT-сектор, а, соответственно, ритейл немного спад идет. Я думаю, что в дальнейшем будет ситуация развиваться очень непредсказуемо. И сейчас в настоящий момент по этому меры и не принимаются. Ну, такие жесткие, твердые, они такие более гибкие. В том плане, что мы пока не можем сказать, какие сектора будут каким образом реагировать. Ну, вот я хотел бы отметить, со своей стороны, что Центробанк в пятницу оставил ставку 6%. То есть пока ставка не повышается с точки зрения доступности средств. Это, в общем-то, очень хорошо и для бизнеса, и для малого предпринимательства. Плюс антикризисный фонд, который формируется, он тоже окажет поддержку. Ну, вот, таким образом. Но, в целом, некий такой прогноз, если от вас услышать, все-таки фатальным, если даже будет, то сколько должно времени пройти вот такой пандемии, когда полностью рынки жались, никто не ест, не пьет, все сидят дома и варят гречку, ну и, соответственно, заедают туалетной бумагой? Ну, это все зависит от компаний, которые, те компании, которые создавали буфер определенный, они смогут, естественно, дольше, то есть сократят расходы. Я думаю, что пока мы еще не видели эффекта, ну, буквально вот в течение недели-двух эта ситуация продолжается, поэтому эффекта в финансовых показателях еще его нет, но он будет уже по итогам первого квартала и по итогам второго квартала. Как говорит Центробанк, что в третьем квартале, в общем-то, возможно послабление, поэтому вот на протяжении этих трех с половиной месяцев, четырех, нужно все-таки создавать определенный буфер, и правительство, и Центральный банк будут здесь помогать. Ну, вот если, Ренат, говорить по непосредственно малому бизнесу, ну, мы понимаем, что буфер, даже если он там был на пару месяцев, если брать перспективу, я не знаю, там, второго полугодия, то каким образом нужно будет уходить в сектор все-таки кредитования, да, для поддержания какого-то, если мы понимаем, что, ну, спрос сильно не увеличится, и какой-то он будет там такой вялый? Ну, я думаю, что нужно насыщать малосредний бизнес доступным финансированием, с хорошим отсрочкой по погашению тела, да, там, с минимальным обслуживанием тела, те процентов по кредитам, это важно, это поможет выдержать. Была история, в 2008 году мы привлекали финансирование, у меня до этого был констатинговый бизнес, мы привлекали финансирование для одной из компаний, которая строила нефтяные заводы, и в октябре 2008 года мы для них привлекли 200 миллионов рублей двумя траншами, но собственники отказались и не взяли эти деньги. Через год, когда их компания банкротилась, они потеряли все активы, у них выручка была порядка 1,2 миллиарда в год. Вот, я там случайно опять встречался с собственником, и он говорит, слушай, зря мы не взяли деньги, если бы мы взяли эти 200 миллионов, мы, скорее всего, выдержали, и мы бы сохранили компанию, и смогли бы дальше работать. Вот, и... Ну, либо были бы должны 300 миллионов, что больше. Но, тем не менее, они и так бизнес потеряли в оконцовке. Вот, и я считаю, что доступное финансирование с хорошим грейс-периодом, да, по обслуживанию тела кредита, это были бы действенные меры для поддержки малого бизнеса. Но банки насколько готовы вот сегодня действительно пойти навстречу бизнесу, да, и, ну, так скажем, вот тело не трогать, а там проценты только уплачивая? Это будет одно из мер, которые банки в ближайшее время объявят. Это был целый комплекс мер. Я бы немножко хотел по поводу ставки рефинансирования сказать. Ведь ставка – это что? Оторожение риска. Риск в этой ситуации вырос. Это очевидно. И мне кажется, странный банк просто взял паузу. Как бы дождаться все-таки, что будет происходить дальше на рынке, понимая, насколько это будет долго, и исходя из этого будет действовать. И здесь, мне кажется, возможно повышение ставки с точки зрения, ну, классического подхода. Ну, как минимум, да. А второй стороны, должны быть смягчающие меры по прямой поддержке субъектов МСП, потом того же самого, и развертывание госпрограмм. То же самое госэпотеки, там, да, под какие-то там 4-5 процентов. Но при этом общие рыночные риски выросли, и ставка должна выросли, по идее. Анастасия Петрович, но тем не менее, вы же помните, вы работали и в 2008 году, и в 2014, вообще все вот эти вот кризисные годы, которые в стране у нас были. Но если говорить вот про реально, сейчас залить, я не знаю, бизнес деньгами, да, какими-то дешевыми, пусть, да, вот есть ли такая возможность, в принципе, у банков, да, хотя мы помним предыдущие отчетные периоды, когда говорили, в банковском секторе достаточно много денег накоплено. Надо сейчас понять, деньги есть. Ну, как, давайте, да. Надо сейчас понять, а собственники, ну, понимая свой бизнес, нужны ли сейчас деньги собственнику, а может быть, наоборот, сейчас ему по этому правлению лучше сократиться, а какое-то другое направление развивать. Поэтому сейчас сами собственники должны еще немножко пересмотреть свой бизнес и оценить, насколько ему нужны средства. Если для оборотки существующий бизнес нужен, он будет действовать, модели работать, и через 2, 4, 6 месяцев, и через год, значит, чего страшно, надо подкредитоваться, значит, наполнить оборотку, сходить в рабочие места, где-то убавиться, ужаться, но продолжить бизнес, потому что он все равно восстановится через полгода. А где-то, наоборот, надо как бы не бояться, отрезать что-то. — Ну, банки вообще готовы на вот такой жесткий андеррайтинг, так скажем, клиента, чтобы, ну, вместе с ним, порой предприниматели иногда, знаете, ну, у нас, ну, малый, средний бизнес не понимает, где точно выживет он через год или нет, ну, потому что, ну, и бизнес-словных, как таковых, ну, просчитанных в долгую, ну, их нет просто зачастую, ну, так скажем, предоставить такую консультативную помощь, да, ну, давайте вместе подумаем. — Конечно же, готовы, банки это и делают, отчасти при обсуждении инвестпроектов либо планов предпринимателей, это в том числе работает по программе малосреднего предпринимательства. — Поэтому, да, конечно. — Ну, вот, все-таки подсказывают, что Центробанк у нас напрямую не будет, но отписали комментарий. Давайте послушаем, что готовит у нас Центральный банк. У нас сейчас на связи будет начальник Уральского главного управления Банка России Рустам Марданов, но относительно тех мер поддержки, которые ЦБ готовит для малого и среднего бизнеса. — Прежде всего, расширена программа рефинансирования кредитов, которую предоставляют кредитные организации предприятиям малого и среднего предпринимательства. С целью создания условий для продолжения кредитования и не ухудшения финансового положения кредитных организаций, предоставляющих кредиты предприятиям МСП, Банкам России принято решение о некоторых регуляторных послаблениях. Прежде всего, в том случае, если кредитные организации будут реструктурировать задолженность для предприятия МСП, это обстоятельство не будет учитываться при формировании резервов по кредитам, предоставленным этой группе заемщиков. Эта норма будет действовать до 30 сентября 2020 года. Ну и также оценка обслуживания долга предприятия МСП будет осуществляться вне зависимости от оценки финансового положения предприятия МСП. Для того, чтобы не допустить возникновения просроченной задолженности, Банк России рекомендовал кредитным организациям, микрофинансовым организациям в случае возникновения проблем с обслуживанием долга банкам рассматривать прежде всего возможность реструктуризации задолженности и урегулирования отношений с предприятиями МСП, не допуская ухудшения качества этой задолженности. Ну вот, Рустем Орданов, начальник Уральского главного управления Банк России. Тем не менее, Айдар Сайборович, если говорить про реструктуризацию и прочее, рекомендации ЦБ это одно, да, но банк на месте здесь решает, сможет он это сделать или нет достаточных резервов, чтобы как-то вот здесь ненавидировать ситуацию. Для банков это очень хорошая мера с точки зрения регулятора, потому что это позволяет не увеличивать нагрузку на капитал банка, а это для банка самое главное. Поэтому, конечно же, банки в случае возникновения таких ситуаций будут идти на встречу предпринимателю. Соответственно, и в отчетности ЦБ пользоваться той льготой, которую ЦБ предоставляет. Ну и заканчиваем программу, Ринат, тоже к вам вопрос. Вот те меры, которые разрабатываются как на уровне федерального правительства, так и сегодня Госкомитет Республики по предпринимательству тоже разработал документ, который в четверг будет приниматься, да, в части поддержки там и уменьшения арендных платежей, где-то там рассрочки, где-то даже вообще действия так называемого обстоятельства форс-мажор, которые тоже достаточно очень хорошо могут помочь в принципе бизнесу. Вот всего этого набора тех мер, которые предпринимаются сейчас власти, как региональные, так и федеральные, будет достаточно для предпринимателей, или все-таки вы там говорите, нет, этого всего мало, люди, нам нужно много денег безвозвратных? На самом деле я с воодушевлением прочитал новости на странице Рима Бойцовой о том, что такие инициативы от них исходят, они мне лично кажутся здравыми, и появляется какая-то надежда на то, что у нас власть, она адекватная, и она видит проблемы. И на самом деле они собирали опросы среди предпринимателей, и это то, что нас волнует, эти моменты, которые... Поможет или не поможет? Какое мнение? Я думаю, поможет. Если это все будет принято, и это будет реализовано, то это на самом деле действенная помощь. Но вообще, если брать бизнес, живет, продолжаем жить, или все-таки все будет очень плохо? Каков прогноз у вас? Жить продолжаем, и такой совет для предпринимателей, для которых этот кризис может быть первый, а для нас это уже третий кризис. Если у вас есть кредиты в банках, то ни в коем случае не прячься в голову в песок, идите в банк и начинайте переговоры до того, как вам станет по-настоящему плохо. Тем более, что банк к этому готов. Да, если вы сейчас уже видите, что у вас возможен кассовый разрыв, и есть риск неплатежа по очередному, да, там, соблюдение графика платежей, то об этом нужно заботиться уже сейчас, уже сейчас прийти к своему кредитному инспектору и задать вопрос, как банк может помочь пережить эту ситуацию. Альберт Савельевич, ну и у вас кредитование все-таки по сектору МСП остановится или нет? Оно не остановится, оно будет работать по госпрограмме, и, соответственно, еще и банки будут самостоятельно свои программы запускать. Единственное, что банки будут более тщательно анализировать риск профиля клиента. Поэтому я желаю всем здоровья, все будет хорошо. Дай бог, но вообще, вот если здесь останавливаясь говорить, ну, по крайней мере, правительство анонсировало поддержку малому и среднему бизнесу и вообще предпринимательству в 300 миллиардов рублей, но, понятно, программа пластичная, вот сейчас они видят именно помощь именно в таком размере, будет ситуация ухудшаться, наверняка будут увеличивать, но вот здесь, как уже говорили, если понимаете, что какие-то проблемы есть, главное о них заявлять, для того, чтобы власть слышала и понимала, каким образом решить, потому что если не услышат власть, какие есть проблемы, то вряд ли что-то удастся решить, потому что наверху порой не видно всего. Ну, я напомню, у вас в гостях сегодня был руководитель финского филиала Банка Открытия, член Совета Ассоцией кредитных и финансовой организации Республики Башкортостан Айдар Зубаиров и предприниматель, руководитель сети Кафе «Радость есть» Ренат Хилажев. Спасибо вам большое за то, что нашли время. Спасибо.